Здравствуйте, дорогие друзья! Этим видео я хочу открыть цикл роликов на тему самые нужные программы. Буду делать обзоры на программы, которыми я пользуюсь каждый день, которые мне нравятся, и буду объяснять, какими функциями они обладают, почему я ими пользуюсь. Конечно, это лично мой опыт, у вас может быть другой опыт, вы можете в комментариях написать, какие программы вам нравятся на эту же тематику и исполняют эти же функции. И, может быть, ваша программа даже будет лучше, чем моя, я ее посмотрю, попробую и перейду на нее. То есть тут как бы на вкус и цвет все маркеры разные, я делюсь с вами тем, чем я пользуюсь, вы можете поделиться, чем вы пользуетесь. Итак, поехали! Сегодня я расскажу про программу XenVue. Единственное, что у нее неудобное, это название, потому что вот это вот слово Vue, конечно, по-русски очень тяжеловато пишется, и все время приходится вспоминать, как же это пишется, слово Vue. Так, собственно, как ее скачать? Набираем XenVue в Гугле или в Яндексе. Выходит официальная страничка, xenvue.com, заходим на нее и смотрим. Раздел Download. Программка абсолютно бесплатная, без всяких ограничений и лимитов для домашнего использования. Для компании, если вы хотите ее пользовать, то попросят купить лицензию. Хотя, ну, это как бы на их усмотрение, как определить то, что вы пользуетесь дома или не дома, другой вопрос. Мне хватает стандартного варианта. Качаю стандарт сетап. Устанавливаю. Она у меня уже стоит, но я хочу просто показать весь процесс установки. Да, согласен. Выбираем папочку. Да. Здесь все галки оставляем. Тут куча всяких примочек. Ничего лишнего программа не ставит. Просит закрыть. Да, она у меня уже открыта, поэтому просит закрыть. Редми файл читать не будем, запустить XNU, ну, пусть запустится. Хорошо. Финиш. Итак, сама программка. Сейчас мы все свернем, зайдем в тестовые фотки. Или вот так ее запустим. Во-первых, я обычно захожу в инструменты, в опции и в ассоциации. Это надо, чтобы программа открывала все файлы по двойному щелчку. Сопоставление типа файлов в семерке и восьмерке делается прямо через программу. То есть, тыкайте часто используем, и тыкайте окей, и все, и вопрос закрыт. В десятке это, опять же, сложнее. Здесь надо через параметры систему приложения по умолчанию выбрать, чтобы все фотографии открывались именно XNU. Хотя можно пойти по другому маршруту. Просто берете файл JPG-шного формата, делаете открыть с помощью, выбрать другое приложение. И здесь выбираете XNU и ставите галочку. Всегда используйте это приложение для открытия JPG-шек. И так вы потихонечку разные типы файлов будете открывать. И со временем у вас XNU начнет открывать все файлы уже с помощью себя. Итак, перейдем к программике. Чего тут есть у нас полезного? Слева есть предоставление другого вида. То есть, когда у вас с левой стороны находится колонка проводник с папочками, а справа вы видите непосредственно фотографии. Средней кнопкой мышки можно закрывать верхние вкладки. То есть, видите, они как в браузере плодятся. То есть, если я открою еще одну, то она у меня откроется в новой закладочке. Раз, два, три, четыре. Ну, то есть, средней кнопкой мышки вы можете закрыть. Она обычно на колесе находится, средняя кнопка, если вдруг не знали. Дальше, пойдем по списочку. Здесь отображаются последние файлы, которые мы открывали, чтобы к ним вернуться. Сохранить как? Ну, тут, собственно, все понятно. Программа поддерживает огромное количество форматов сохранения. Это JPG, PCX, PNG, TIFF, IF. Даже можете сделать себе значок для какой-нибудь папки или приложения в этой программе. Просто берете обычную JPG-шку и уменьшаете до 64 на 64, или 128 на 128 пикселей, и выбираете формат Icon, и у вас получается готовая иконка. Очень классный вариант быстро сделать иконку. Ну, остальные форматы посмотрите. Тут огромный список, что она умеет конвертировать, из чего в чего. То есть, конвертация – это один из ее коньков, я бы сказал. Дальше. Отмена последнего действия. Тут все понятно. Сохранить как уже говорил. Выделяем кусочек, нажимаем «Обрезать». Если хотим, еще выделяем, опять нажимаем «Обрезать» и так далее. И потом берем «Сохранить как» и сохраняем под другим именем. Это как легко можно обрезать любую фотографию. Программка позволяет это делать. Вот сейчас нам понадобится отмена последнего действия. Отменим все это дело. То есть, я очень часто пользуюсь обрезкой. Выделили, обрезали, сохранили. Все очень быстро. Дальше. Поворот изображения. Фишка такая, что программа не занимается перекодированием. Она просто переносит точки, и все. То есть, у вас файл останется неизменный по объему. Это очень важно. И по качеству. Программа его не меняет, она его просто переворачивает. Делает это быстро. Ну и, соответственно, сохраняете под другим именем или под этим же самым. Поворот направо, поворот налево. Отразить по вертикали, отразить по горизонтали. То же самое. Программа не перекодирует файл, она просто его все точки переносит, и вы его сохраняете под другим именем, того же самого объема. Дальше. Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность. Яркость, контрастность. Можете себе побольше сделать яркости. Причем, галочку если поставить, примите к изображению. Она будет вам в реальном времени показывать, как это выглядит на самой картинке. Контрастность. Ну и остальные опции, я не буду их описывать. Отмена. Внизу оттенок, осветленность, насыщенность. То же самое и по аналогии. Можно поменять. Автокоррекцию уровней, автоконтрастность. Это когда программка сама выбирает оптимальную контрастность или оптимальную яркость. Отменим. В данном случае плохой пример, видимо, в плане того, что контрастность выбралась не очень хорошая. Сейчас коррекцию уровней. Вот видите, здесь адекватно все получилось. Видимо там фотография сильно пересвечена в желтые тона. Да и не красный глаз. Честно говоря, фишка ее в том, что вы просто выделяете какой-то кусочек, там где у вас зрачок красный. И потом тыкаете сюда вдалень красный глаз, и он в этом кусочке все, что красное, делает серым. В итоге глаза получаются без... ну, не такие страшные. Увеличить, уменьшить. Но это лучше делать на клавиатуре. Плюс и минус тыкаете. Она легко уменьшает, легко увеличивает. Причем правой кнопкой мышки зажимаете. Правой кнопкой на мышке можете просто перемещаться по изображению и просматривать. Здесь в уголке показывается процент от натурального размера фотографии. То есть если я еще плюсик сделаю, у меня получается в углу 100%. Это значит, что я смотрю фотографию в натуральном размере. Соответственно, внизу показывается название файла, объем этого файла, разрешение файла, ширина на высоту, сколько точек. Полтора, не помню, что такое. Вот, 100% это мой размер. Сейчас смотрим. И x это позиция курсора на экране x, y. Дальше идем. Следующий и предыдущий файл. Можно сделать... Так, не сохраняем. Можно либо здесь перещелкивать на предыдущий, следующий. Либо нажимать пробел. Он будет переходить к следующему файлу. Либо page up, page down. Это, соответственно, вперед-назад. То есть вариантов множество. Либо в инструментах очень полезная опция есть. Я обычно всегда делал клавиатуру-мышь. Выбираем. И вот здесь. Что делает колесико мышки? Следующий файл. Прокрутка верхней стремасштаб. Мне нравится вариант предыдущий-следующий файл. То есть я просто сижу и колесом мышки перематываю от файла к файлу. Дальше. Плюсы и минусы разобрались. Исходный формат. Есть отдельная кнопка для 100% увеличения. Быстрое слайд-шоу, честно говоря, ни разу не пользовал. Но идея в том, что просто программа будет сама переключать фотографии одна за одной. Дальше. Полноэкранный вид. Либо здесь нажимаем, либо жмем F11. Вот так у нас выглядит полноэкранный вид. Соответственно, здесь тоже можно делать плюс-минус. Здесь тоже можно правой кнопкой перетаскивать фотографию. И тыкаем еще раз F11, либо Escape. И программа выходит из режима полного просмотра. Дальше. Действие с файлами. Переместить в папку и копировать в папку. Очень удобно. Alt-C и Alt-M. Alt-M это Alt-Move. А Alt-C это Alt-Cопи. Alt-C нажимаем, у нас вылезает такая менюшка. Тыкаем в папочку, жмем копировать. Это удобно, когда надо из одной папки с большим количеством фотографий раскидать эти фотографии по разным папкам. То есть вы можете Alt-M нажимать и перекидывать в папку, например, пейзажи. Потом Alt-M и там в папку люди. Alt-M и куда-то еще. Очень удобно разбирать большие наборы фотографий. Дальше. Найти. Ни разу не пользовался печать. Тут все понятно. Сканировать. Очень удобная вещь. Некоторые программы у сканеров прилично глючные. И поэтому, когда вы установили драйвера под сканер, ну, твайн драйвер в частности, когда вы установили драйвера под сканер, то можно использовать их с InView для сканирования, а не программу от сканера. Потому что у нее здесь своя менюшка, она напрямую обращается к драйверу сканера. Меня это иногда выручает с клиентами, когда глючит стандартная прога от сканера. Так, дальше. Очень много я сказал слов сканер. Преобразование. Очень классная штука. Пакетная обработка. Я сейчас покажу в другом месте, как она работает. Здесь у нас что такое? Захват. Захват, я так понимаю. Захват экрана. Не пробовал ни разу. Вот сейчас вам рассказываю сам, собственно, сам только увидел. Я думаю, это захват экрана, это сделать скриншот с экрана и куда-то его сохранить. Так, хорошо. Обещал рассказать про пакетную обработку. Открываем вид в виде проводника, чтобы видеть сразу кучу файлов. Это тоже одна из классных штук этой программы, которая позволяет не пользоваться никакими дополнительными вещами. Выделяем кучку фотографий. Правой кнопкой здесь есть пакетная обработка. Что она может? Ну, во-первых, папка. Если мы ставим галочку «Использовать исходный путь», соответственно, файлы перезапишутся поверх. Если мы убираем галочку, мы можем указать, в какую папку у нас кинется. Например, вот «Тест фото», да? И мы здесь внутри еще можем создать папочку «Три нуля». Дальше. Можно удалить исходный файл. То есть после того, как конвертация произойдет до конца, исходные файлы поудаляются. Либо не трогать исходный файл. Ну, тут галочки, понятно, да? Сохранить структуру папатка, использовать исходный путь. Перезапись. Это если какие-то вопросы будут, например, у вас в папке, куда вы копируете фотографии, уже есть фотографии с такими же именами. Чтобы она вас каждый раз не троллила, можно, например, сделать «Переименовать», чтобы автоматически переименовываться или заменить. Тогда не заменится автомат. Так, «Использовать исходный путь» я рассказал. Формат. Мы можем выбрать разный формат. То есть мы можем сразу кучу файлов переделать, например, в PNG. Выбираем опции этого формата, как он будет сжиматься. Или, например, «ЖПЕК» и настраиваем его на другое качество. Например, у нас фотографии идут в стопроцентном варианте. Мы сделаем, нам нужно сделать поменьше. Сделаем 80. Можно эти галочки тоже поставить. Это чисто настройки «ЖПЕК». Окей. Дальше. Нам нужно преобразование раздела. Тут дофига всего, чего есть. Там автобрезка, водяной знак. Я это не пользовался. Довольно сложно настраивается. Изменение размера пользовался. Добавляйте изменение размера. Выставляете либо абсолютное значение, то есть, например, 1920. А нижнюю не выставляете. Сохранить пропорции – это значит, что ширина на высоту файла не изменится. То есть достаточно мне задать один из параметров. То есть здесь, смотрите, 4240 ширина в пикселях у файла. Здесь я ставлю 1220. Соответственно, второй параметр подберется автоматически, если я поставлю галочки «Сохранять пропорции». Вместить по ширине или высоте быстро не смогу объяснить функцию. Это для того, чтобы у вас, если у вас файлы есть горизонтально сфотканные и вертикально сфотканные, чтобы они все пришли к одному какому-то формату. То есть, например, вы задаете 1920 и 1920. Ставите галочку, и у вас все фотографии, если они больше этого размера, либо ширина, либо высота, они уменьшаются до этого размера, до 1920 становится. Второй кусок пропорции в данном случае не изменяется. То есть второй параметр размера не изменяется. Просто они все вмещаются в определенный размер. Дальше, ну вот видите, только уменьшение. То есть, чтобы файл не увеличился. Если вы даже задали цифры больше, а файлик вам попался меньше, то программа не будет трогать маленький файлик и увеличивать его до 1920. Она его оставит как есть. Это вариант один. Второй вариант, когда вы ставите проценты, например, вам нужно уменьшить все файлы в два раза. Вы ставите там 50%, и здесь тоже 50%. И все. У вас все файлики уменьшаются в половинку. Ну, давайте на примере покажу. 1920, да, возвращаемся сюда, смотрим, куда сохранятся в папку 3.0. Не сохранятся все. Все остальное нам вроде не надо. Да, опции у нас JPEG. А, мы PNG делаем, да, JPEG сделаем. Окей. Здесь надо выбрать JPEG. JPEG, 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 JPEG. Вот JPEG. Еще раз опции проверить, 80%. Ага. И уменьшаем их до 1920, ну, насколько получится. Закрыть диалог. Это окошко, чтобы закрылось после преобразования. Выполнить. Пошел процесс. Дальше все зависит от вашего процессора. Насколько он у вас быстро обрабатывает. Фотографии. Диспетчер задает, что у нас тут. OnX and U. Даже, кстати, не знаю, от чего зависит, потому что, видите, процент почти не загружен. 15%. Видимо, сама программа так обрабатывает. Может, в один поток обрабатывает, не знает, что такое многопоточность. То есть, использует всего одно ядро процессора. Давайте уходим в папочку и смотрим. Видите? 1920. Все. У нас фотки поджимались. А что мы там сделали? Ага. Они неверно поджимались. Почему? Сейчас посмотрим. Видимо, неправильно указал параметры. Тест фото. Так. Пакетная обработка. Здесь у нас мы сделаем 80, как и было. Окей. Так. 3.0. Это оставляем. JPG-шка у нас. Получается преобразование. Изменение размера. Добавить. Изменение размера. Ширина. 1920. Есть. Сохранить пропорции. Оставляем. Поменять высоту ширины. Это вообще ничего не надо. 1920. Все. 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 Сохранить пропорции. Да. Понеслась. Идем в папочку 3.0. Смотрим. Вот они у нас получились фотографии. 1920 на 1282. Автоматически пережалось. Если еще какие-то найдете внутри прикольные опции, то пишите о них в комментариях. Посмотрю, что она еще умеет делать. Но это вот основной набор, которым пользуюсь я. На сегодня это все. Надеюсь, что вам понравилось. Было полезно мое видео. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok